Прочитаем сначала текст с Шиман-бхагаватом из «Доставления Господа Капиладеба». Господь продолжал. «Дорогая Мать, преданные, которые обрели эти трансцендентные богатства, никогда не лишатся их, ибо над этими богатствами ни властно, ни время, ни оружие. Поскольку преданные видят во мне своего друга, родственника, сына, наставника, покровителя и Верховное Божество, они вечно наслаждаются обретенными богатствами». Необычный текст. Священные тексты, они имеют скротый смысл и свой секрет, свое таинство. То есть сокровенные или священные – это синонимы. То есть это невозможно увидеть невооруженным глазом, о чем здесь идет вообще речь в этом тексте. Ну, преданные должны понимать. Преданные могут проникать в этот смысл. Особенно чистые преданные. Здесь, как бы для отчистого, преданного, кашла правопада, все очевидно, он будет комментировать, сейчас объяснять. Все очевидно, открытый, полностью смысл ясный. Но с точки зрения материального опыта, ну, ничего значительного здесь не описывается. Например, Господь Капиладев обращается к Девахутик, дорогая мать. Это просто мимо ушей можно пропустить. О чем речь-то? У меня тоже есть мать. Я не преду, это большого значения какого-то особого. Но здесь именно в этом весь смысл. Он далее говорит. Он описывает в предыдущем стихе, что Бхакти дарует все человеку. Не нужно думать, что, занявшись Бхакти-йогой, мы что-то потеряем. Как в материальном смысле, или в духовном смысле. Например, Бхакти-йога не требует больших аскез, или покаяний, или занятий мистической йоги. И может показаться, что мы не получаем плоды этих процессов, которые подробно описываются ведом. И так же, что человек обрел ситхи, знания, способности управлять, влиять, и способности избегать греха, оставаться чистым. И просто служить Кришне, Бхакти-йога. Но Господь Капиладов говорит, что все мыслимые и немыслимые блага человек получает. Мыслимые и немыслимые блага. Например, мы можем получить только мыслимые блага. Мы должны сначала ясно себе представить, что мы хотим, потом совершить усилия, то есть получить знания, совершить усилия именно к тому, что мы хотим. Но выше этого мы не видим. Выше своих желаний, только ниже. То есть в этом обусловлено из человека. И если человек представить, что он высшая награда, высшая цель, он не знает. Говорит, я не знаю об этом, но я бы хотел просто быть богатым. Вот это я вижу, это я понимаю. У меня была хорошая семья, дети, ну, все по-человечески. И вот это и есть его цель. И человек стоит у этой цели, получает образование для этого, его обучают, помогают. Солнцем, родственники его направляют, как именно туда, к этому направлению, что он может сделать. Кем ты хочешь, представь, что ты хочешь. Ну, ты хочешь дом, ты хочешь профессию, положение. Вот теперь ты должен к этому продвигаться. Ты цель поставил, очень хорошо. Вот это важно, поставить цель. Но здесь говорится, здесь еще немыслимые цели, недостигаемые для человека. И преданный это тоже получает. То есть полно неожиданностей в этом процессе. Как бы в хорошем смысле слова. Потому что в материальном смысле слова неожиданность, это может быть как препятствие, как... Ну, там не преткновение. То есть я поставил цель, иду, но всегда есть какие-то препятственные. Не я один, оказывается, иду к той же самой цели. Все хотят быть богатыми. И фактически каждый становится какой-то нежидностью для меня. То ли он обманет, то ли еще что-нибудь. То ли конкурирует. Как бы неожиданности. Из-за глупости моей. Потому что я должен понимать, если есть знание, что обусловленные души все конкуренты друг к другу. Здесь нет настоящих друзей. Все, все. Это написано в Бхагавадгите. Что люди, имеющие материальную природу, а не все конкуренты друг к другу. Все. Потому что у всех есть личные эгоистические мотивы. И дружба, это когда у них согласованы эти моменты. Но она временна, потому что как только у них цели разделяются, интересы разделяются, дружба заканчивается. Ось-то ось, но дружба в рось. И истина дороже. Ты мне друг, но истина дороже. То есть много есть таких вещей, когда мы видим временный фактор. Временные друзья, временное какое-то устройство общества. Мы сталкивались с этим уже много раз в нашей истории, как бы человечестве, России тоже. Что очень временное, зыбкое устройство общества. Очень временное, зыбкое устройство семьи. Дружба тоже очень ненадежная в этом мире. И в конце концов доверяет только себе. Надеясь только на себя. Если вы спросите человека современного, кому посвятить жизнь он хочет, вот этот вопрос поднимите. Кому нужно посвятить свою жизнь? Большинство людей знает, что отвечают самому себе. Потому что все остальное ненадежно. Понятно, что самому себе. Сначала нужно себя устроить, прежде всего себя. И каждый так думает. И люди не могут устроить самих себя. Поэтому следующий шаг они не могут сделать. Как они говорят? Мы все станем счастливыми, богатыми, сделаем базу материальную, всех обеспечим. А потом будем уже дружить, как бы. Так не получается. Не происходит такого. Именно потому, что материальная дружба, любовь такие неустойчивые, такие ненадежные. Их называют ненадежные воины в этом мире, которые не могут нас полностью защитить. Здесь другая ситуация. Господь говорит этой преданной Девахутии, моя дорогая мать, Купада будет объяснять в комментарии, эти отношения вечные, на ними не властно время, говорится. Здесь в этом стихе говорится. Почему не властно время? Потому что ваш друг Кришна. Он никогда вас не предаст. Принимая Кришна, уже не отвергает. Мы учимся этому. То, что Бог соединяет, человек не должен разделять. Все, если вы приняли, должны дорожить. Бранк, лето, инициация лето духовного учителя, это не разделяется человеком. Это невозможно. То, что Бог соединяет, человек не разъединяет. То есть, когда Бог принимает, Он по-настоящему это делает. Даже зная, что человек преданный, может быть несовершенным, и совершать еще ошибки, он говорит, я тебя все равно защищу от этих ошибок. Вчера мы об этом читали. Я тебя защищу от всех греховных ошибок. Если ты совершишь, если тебе придется что-то греховное сделать, волей-неволей, то я лично тебя на этом пути защищаю. Ты можешь не беспокоиться об этом. Вообще, тебе не нужно будет заниматься специальными процессами очищения или покаяния, или отрабатывать карму потом в следующей жизни. Нет, я позабочусь, чтобы на тебе не осталось ни одного пятнышка. Я устроил эту систему, эти законы кармы. Я же сейчас их отменяю для тебя, Арджуна, он говорит. То есть над всем этим сущим есть я, Кришна говорит. Матах паратарам нанья. То есть что это значит? Нет истины выше, чем я. Выше закон. Если я говорю так, значит так будет. Я имею право установить закон. Я также могу устранить этот закон для кого-то. Для моих преданных совсем другие законы. Я устанавливаю. Я их не уравниваю с обычными людьми. У нас особые отношения, он говорит. Ты мой дорогой друг. Или как здесь моя дорогая мать, он говорит. Это особые отношения. Это великая тайна, сокровенный смысл. Самый священный смысл в том, что Бог может быть очень близким существом. Самым близким существом. Так и есть, так и должно быть. Здесь говорится, над этими богатствами, которые обретают преданные, и духовные качества, и духовные миры в итоге он обретает. И даже духовную форму тела обретает. И даже материальным благом он не лишается этого всего. Время над ними невластно, Кришна говорит. То есть не стоит беспокоиться об этом. Кришна не бессильный, что не могут кончиться какие-то деньги для нас. Кришна не может потерять работу, потерять себя. И не может стать нищим, как говорят некоторые мавады. Даридра Нараяна, нищий Нараяна. Это оскорбление. Бог никогда не становится нищим. Бог всегда богат, иначе какой же он Бог? Он обладатель всего. И Кришна — это и есть та полнота омпурнам, кто обладает всеми ценностями в любом, даже самом неподходящем месте. С нашей точки зрения, есть места, подходящие для преданного служения, есть места, не подходящие для преданного служения. Мы должны различать их. Иначе у нас будут серьезные трудности в сознании Кришны. Тамагуна нужно отвергать невежество, страсть нужно быть спокойным в присутствии страсти, уравновешенным. Сату можно принимать смело, принимать внутрь, близко к сердцу. То есть, но Кришна говорит, Нист, Тарагуни, Абхаварджуна, поднимись над этими гунами. Вообще, вообще отравись от этого, что я скрываюсь за этими гунами, как за покрывалом Майи, материальной природы. Я над этими гунами, недосягаемый для них. Это означает, что в самом неподходящем месте Кришна присутствует в полной степени. В самом неподходящем материальном месте, где угодно, Кришна все равно присутствует в полной степени. Он вездесущий. Для него не существует мест плохих, чистых, нечистых, хороших, других. Друзей и врагов тоже не существует. И в сердце плохого человека, и в сердце хорошего человека. Он абсолютен. Поэтому он в гитии говорит, ты можешь с любого положения обратиться ко мне и достиг совершенства. Знай меня просто. Ты потерял себя, но ты можешь познать меня. И обратившись ко мне в знании, ты обретешь себя, кем бы ты ни был, по самым падшим, грешным из грешников. Не имеет значения. Для Кришны не имеет этого значения. Обычно женщины не склонны к философскому поиску истины, лексурум, юридическим аскезам. Эта форма не подходит для этой практики. Поэтому все, что Кришна сказал уже в Бхагаваддите, об этих практиках не подходит женщинам. А в одном стихе он говорит, неважно кто, шудраты, торговец или кто-то женщина, обратившись ко мне, они становятся так же совершены. Никаких ограничений. Это преимущество сознания Кришны. Или как сказал Иисус Христос, то, что невозможно человеком, Бог может. Вот этот аспект. Мы сейчас изучаем в этой теме Шиманбхага в этом. Почему преданное служение Кришне происходит все остальные процессы. Почему так? Потому что там непосредственно это связано с Кришной, с контактом с Кришной. И вечно наслаждаются обретенными богатствами, никогда их не теряют. Эти обретенные богатства никогда у них не кончаются у преданных. Тоже интересный момент. Кармическое мышление другое. То есть необходимо накопительство, иначе вы не станете богатыми. Необходимо сознание накопительства, очень развитое, подкрепленное разумом, опытом и образованием, знаниями, как накапливать деньги, как не терять ни копейки, как все увеличивать и накапливать больше, 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 больше. И держать при себе. То есть это непростая задача. Огромные усилия требуются. Огромный персонал, там организация, законы издаются, бумажные, печати, договора, для того, чтобы все это накапливать и удерживать, накапливать и удерживать. И каждый, что поет такие отношения, накопить и удержать, накопить и удержать, перетянуть на свою сторону канат. А здесь говорится, преданные никогда не теряют этого. У них нет жажды накопительства. Потому что богатства вокруг неисчерпаемые. Неисчерпаемые богатства. Это вопрос сознания. Как мы это видим? Как мы видим? Как мы видим эти богатства Кришны? Например, метаморфоза. Очень интересный пример. Если, например, божество. Божество Джаганадхи. Это материал дерева. Кто-то может сказать, ну как, это же просто дерево. Почему поклоняетесь как богу? Вы там вырезали скульптуру какую-то, раскрасили и бог что ли у вас? Может быть это идол, это все-таки деревянная скульптура, как мы видим. Не так ли? Почему человек мыслит? Странно. Бог может принять любую форму. Вот мы не можем так сразу любую форму принять. Нужно именно вот эта плоть скользкая с костной системой, чтобы как-то обрести вот эту вот форму и функцию вот эти все, поддерживать здоровье, аспекты, так много всего. Тут просто вот из дерева вырезал, все, Кришна есть. Если человек себя отождествляет с телом, он видит там дерево. Если он знает, что он душа, он видит там Господа. Если вы осознали Господа в своем сердце, вы посмотрите на дерево и увидите там Кришну. А если человек не осознал в себе душу, он посмотрит на Кришну и увидит дерево. Потому что это, так сказать, дерево действует так, как Бог преданно и ясно чувствует это. Когда стоит перед душеством, молится и предлагает арати, он осознает эти отношения, что это Кришна очень быстро. То есть, согласно практике, правилам Почаратрики, получив второе посвящение, человек уже допускается к поколению божествам. Он уже должен быть браманом. В духовном сознании находиться. Уже может видеть там божество. До этого уровня, если он не браман, запрещено видеть форму Бога. Браман, просто имперсональный браман, безличный аспект Бога. Нет формы. Не думай об этом. Потому что ты превратишь все в дерево, в металл. Ты не осознаешь себя. Ты же тоже ни кожи, ни мышцы, ни кости. Ты душа. И Кришна может абсолютно любую форму принять. Из воды, из воздуха, из эфира, из ума, в уме можно создать божество. Так написано. Из любого материала. Потому что это его энергия, он уже там присутствует. Нет периферии, Кришна повсюду присутствует. И удивительно то, что божество, которое поклоняется авторитетно, знающие браманы, оно ведет себя божественным образом. Все симптомы. С другой стороны, человек отречает себя с телом, ведет себя как тело. Просто ест, пит, испражняется и так далее. Все, что он может делать. Все, какое впечатление может произвести окружающим. Ну, одеться еще может, поскольку есть культура какая-то, вкус. Но это все материально. И как бы мы хорошо себя материально не представили, за этой материи есть неудовлетворенность души. И это недостаток. Вот в этом проблема человеческих отношений. Самые любимые люди живут вместе, видя невыносимые недостатки одновременно. И любят одновременно расстаться не могут. И видят эти невыносимые недостатки друг к другу. А одновременно это происходит. Это двойственность. Но как только человек понимает, что он не это тело, это материальное тело ведет себя как душа. Это разве не достаток? Если нам приходится есть, спать, сокупляться, броняться или в каких-то лет. Об этом мы даже не думаем. Это не попадает в область нашего сознания. Мы видим это просто покрытие. Личность странная, другая совсем. Вы уважаете душу. А тело может быть разным, любым. Какая разница, старым или малым, это никак не отпечатывается на отношение к душе. Не влияет. Так можно увидеть. Таким образом. Госпочтание. Радхатра Джаганатапури. Госпочтание там присутствует с преданными, со спутниками. Он часто в Радхатре. Волнующая эта церемония очень. Госпочтание очень волнуется. Вся Арица очень волнуется перед этим праздником. Потому что смысл духовный невыносимо глубокий. Это экстатически глубокие переживания. Ожидают все. Все знают, что сейчас будет что-то необычное. Это отношение с Божеством Господа Джаганатхи. Он из Двараки, это Лила, возвращается у Вриндавана. Это очень волнующая Лила. Потому что, живя в Двараке, Господь думает только о Вриндаване. Это его скрытая любовь, Боракия Раса. И, наконец, наступает время, раз в году, когда Господь Джаганат вместе с Баларамой, Супадрой, с братом и сестрой отпрашивается у богини Лакшми на один день посетить Вриндаван. Своим самым дорогим, ближайшим спутникам и спутницам. И любовь самая чистая. Там нет никакого недостатка, никакого изъяна. И Лакшми говорит, один день нормально. Как-то я потерплю. И вот Господь Джаганат. Там такие панды очень сильные, специальные мужчины. Сильные, специально для этой роли, которые это Бористое должны усадить на колеснице. Такие валики делают специально, по которым они вот толкают. Эти валики иногда лопаются с голодом. Вот так вот взрываются просто. Джаганат идет, тяжелый очень. Бористое шаг делает. Кто-то был на Ротхетре, видели, как это. Это очень волнующая церемония. Там на Ротхетре вы видите, что Бог идет. Бог идет. Не просто кто-то несет какое-то дерево, Бог идет. И волна экстаза. Там же сразу миллион людей вокруг. Эти колесницы до неба и миллион людей вокруг. И волна экстаза. Ой, горхочат инструменты, там оглушающие просто звуки издают. Все кричат. И второе так. А, Джай, Бышак, Джай. И вот на эту колесницу тяжелый Джаганат сейчас заходит туда. Он в этом экстазе, в разлуке, наконец он вернется во Вриндау. Он увидит своих близких спутников. Ишодун, Нандума, Махараджа, Гопи, Радхарани, друзей всех увидит. И когда колесница трогается Господь Читания, он впадает на строение Радхарани. Он и есть Радхарани Кришна. Начинает со всеми спутниками танцевать перед Джаганатой. Перед ним. А Джаганат, у него большие глаза очень. Он смотрит. И все спутники видят. Джаганат смотрит на Господа Читания. Фак. Божество смотрит. А Господь Читания говорит странные слова какие-то. Почти никто не понимает. Только самый близкий понимает. О чем он говорит? Он как будто бредит. В каком-то сознании экстаза. Он говорит. Я та самая Гопи, помнишь? Здесь, на Куркшетре. Ты великий царь. Ты окружен толпами людей. Войсками. Кругом слоны, кони, колесницы грохочут. И ты весь в украшениях. Ты недоступен в этой шваре, в этой шлеме, в этих атрибутах царских. Все династии яду вокруг тебя. Но ты помнишь, кто я? Я та самая Радхарани, поет Читания Махапрабху. И танцует, у него слезы начинают фонтаном выбивать из глаз. И он кружится, как золотой шар перед Бостом Джаганат. Мое сердце во Вриндаване, где ты с флейтой, где ты пасешь корову, где ты можешь с нами сидеть под деревом Кадамба, уберегать иммуны, где мы можем близко общаться с тобой. Пожалуйста, приезжай во Вриндаван, Господь Читания, танцует, и они идут во Вриндаван. Все это потоками слез экстаза провождается. И Джаганат смотрит такими круглыми глазами, и от изумления колесница, как вкопанная, восстанавливается. Но смотрел, танец Господи Читания Божества, восстановилась, как вкопанная. В потрясении этих чувств. Как Кришна, когда услышал эти слова Артхарани, он как вкопанную не знал, что сказать. И стали толкать, тянуть за канады, там много людей, ничего не происходит. Не сдвигайте, ни на миллиметр. Слонов привели, впрягли в колесницу, и уж нужно довезти до храма Гундича. И погоняли, слоны ревели. Нет ничего. Что делать? Царь протопоруда там был, я не знаю, как руководить. Не едет Господь, не хочет. Если я посмотрел на Читания Махапабу, Читания Махапабу, говорит, выпрягайте слонов. Канады возьмите мои близкие спутники. Несколько человек. Он зашел сзади колесницы, головой толкнул, и она поехала легко. Когда Махапабу увидел такую силу, такую мою, Господи, Читания, у него, Господи, весь дыбом. Все были очень изумлены. Он просто подошел сзади, переслонил голову свою, и толкнул колесницу, и она просто поехала. И они прошли эту прадхаятру, божества ушли в храм Гундича, там скрытый Вриндаван, Гупта Вриндаван. Господь Читания, он принимает омовение в озере в это время со своими преданными. И такой экстаз у его преданных, что они начинают баловаться в этом озере, брызгаться, соревноваться, кувыркаться, толкать друг друга, хохочут. Представьте, это Сарбама Батачаря, Рамадан Дарайт, великие пандиты, степенные такие люди, уважаемые там. Что творят вообще? Господь Читания сказал, Габина Батачаря, ты скажи, чтобы они так себя не вели, потому что кругом люди, все-таки они степенные пандиты, пускай культуру как будто соблюдают. Но Габина Батачаря даже не подошел. Он сказал, ты знаешь, Сарбама Батачаря, всю свою жизнь питался сухим жмыхом логики, безвкусным, безсочным, без масла. А теперь, наконец, получил вкус жизни. И я думаю, что это невозможно их остановить. И Господь Читания улыбнулся, оценил это. И решил тоже поиграть. Он позвал двое Тачарю. Тачаря подпыл к нему в озере. Говорит, давай, сделай шешу. Я думаю, я Тачаря перенял такую форму интересную, как шеша. И Господь Читания лежал сверху на нем. И все изумлялись, как это двое Тачаря держит Господа Читания на себе в воде, не тонет. И так это лило происходило таким образом. Так развлекался Господь Читания своими преданными. Потом, когда они отдыхали в саду Гундича. Проблема. Возникла проблема, серьезная проблема. Сейчас узнаете, очень серьезная проблема. Сейчас поймете, что такое проблема. Вот наша проблема, это вообще не проблема. А вот эта проблема, такая проблема. Джаганат Кришна обещал Лакшме вернуться на следующий день. Ну вот он уже там день, два, три, возвращаться не собирается. И она гневается. Как любая женщина гневается. Если ей предебрегают, возлюбленные предебрегают, и она будет гневаться. Что она делает? Потрясающая вещь. Она украшает себя великолепно. Одевается с роскошью. Садится в паланкин. И слуги Лакшме несут ее, храм Гундича. Все разодеты, все в золоте. С барабанами, с литаврами, с цветами, с цветочными дождями, с большим шумом. Она подходит к этому храму Гундича в ярости. Глаза ее красные. И своих слуг натравливает на слуг Господа Джаганат. И схватит их всех. И все берут под стражу. Связывают в кандалы. Бьют палками немножко. В полуоборочном состоянии приводят к Лакшме. Бросают ее к стопам Лакшме всех. Она у них отбирает все имущество. Издевается над ними. Бронит плохими словами. Господь читания видит эту лилу. А рядом с Рубадамадара. И они закрывают лица, что и смеются. Что творит Лакшме? И Срубадамадара говорит, что я впервые вижу такой эгоизм женский. Он обычно по-другому проявляется. Я такого не видел раньше. Но да, Кришна бывает, что с эти памами довольны им или рукмини, или гопи. Но они ведут себя по-другому. Они просто снимают украшения. Они садятся на землю, когда они уязвлены, отсутствие внимания. И просто ногтями чертят по земле. Вот это я видел. Но чтобы так это было. В ярости, во всем великолепии. Била этих слуг, бронила их, стыдила их и так далее. И она его сейчас выгонит оттуда, Джаганадху. Загонит обратно в храм. Лакшми пришла. Супруга его законная. Господь Читая говорит, Сурупа Дамодара, расскажи мне более подробно, какой был женский эгоизм вообще? Ну, это секретная тема, сейчас нельзя готовить. Женский эгоизм это большая сила вообще. На этом держится все материальное творение. Ну, мы просто пойдем дальше, хорошо? Или что, мужчины хотят узнать тоже? Даже про мочарь хотят узнать, видите? Что такое женский эгоизм? Когда возлюбленная от возлюбленного не получает должного внимания, когда чувствует пренебрежение, то три реакции могут быть. Эгоизм. Это духовный эгоизм, что-то описывается. Духовный. То есть материальный он тоже отражается. Очень похоже, сейчас вы видите. Как будто бы точная копия отражения. Есть гнев сдерживаемый, несдерживаемый и то, и другое одновременно. И так, и так будет поведение. Сдерживаемый гнев, когда возлюбленный все-таки возвращается, после того, как пренебрег, то она встречает его улыбками, усаживает, садится рядом, говорит ласковой речи. Вот он ее обнимает, она тоже его обнимает, она отвечает. Он ничего не замечает. Ее гнев выражается именно в этих ласковых словах и в том, что он ему угождает. Но это все же гнев. То есть это гнев усиливает вот эти ласки, вот эти отношения. Но это все-таки гнев внутри. Ее не удовлетворение. А есть гнев неиздерживаемый. Когда возлюбленная может его дернуть за ухо или связать гирлянды вот так вот крепко. То есть выражает, открыто выражает, ссорится с ним. И есть сдерживаемый, неиздерживаемый, одновременно это выражается в том, что она начинает с ним как-то странно шутить и разговаривать, одновременно и прославляя, и критикуя его, чередуя эти вещи. Вот так женщины себя ведут. Это очень нравится мужчине. Это супружеские отношения. Вот Господь читает, не интересуется этим, потому что в настроении Радхарани находится как раз перед Господом Джаганат. И он, получается, пристрелит Паракиярасу. Он же увел Господа Джаганатфу из храма. Ради него Господь Джаганат ушел. И теперь Лашми забирает его в Радхарани обратно туда. Вот сень закона семьи. Потому что у Бога есть два вида супружеских отношений. Сваакия и Паракия. Сваакия означает законные супружеские отношения. То есть, есть законная жена, и они живут законной жизнью, во дворцах, у всех на виду, есть дети. То есть, как мы это понимаем, закон ответственности. А есть Паракия, незаконные отношения. Вот эти незаконные отношения в материальном мире, когда отражаются, говорит, отражение внизу оригинала. Чем выше оригинал, тем ниже отражение. То есть, самая отвратительная раса, получается. Здесь мы видим, что это что-то не очень хорошее. Это отвратительно, если замужняя женщина, или женатый человек, вдруг начинают наслаждаться любовью на стороне. То есть, это разрушает наши традиции семейные, религиозные. Это против правил, чистоты, то есть, целомудрия. То есть, мы знаем, что такое. То есть, в материальном мире это отвратительно всё. Источник всех вот этих как раз нечистых отношений, лжи, потом вино туда включается, и мясо постепенно включается. Вот как только эти отношения начинают распускать люди, не контролировать, вся культура постепенно падает. И пища, и поведение, и одежда, всё на свете. Но что интересно, при этом растёт, как бы быстро ускоряется материальный прогресс. Потому что именно материальный прогресс зависит от этого стимула, когда мужчина воодушевлён, сказать, вожделён, он активнее становится, и женщины. Они больше работают для удобств. Вот то, что мы сейчас наблюдаем. Вот таким образом. Это вот всё как бы паракия расы сейчас отражается, вот этот материальный, психический прогресс. Всевозможные виды оружия сверхъестественного, это всё результаты этой паракии интересов вне брачных отношений в человечестве. Эта энергия действует. И в материальном мире это запрещено. Именно поэтому, когда Кришне говорят, что он наслаждается паракией расы, это не для всех, это скрытая тема. Вот Госпочитание впервые это открыл, 500 лет назад, проявив супружескую расу, вот в этих лилах, он стал говорить, я та же самая Радхарани. А ты тот же Кришна, но здесь, наукруг Шетри, не та атмосфера, здесь ты женатый человек, здесь ты царь, всё официально. Но я тебя помню во Вриндаване, в ночном Вриндаване под луной, под деревьями Кадамба, на берегу Емуны, вот эти секретные, таинственные встречи. Возвращайся в Вриндаван, я жду тебя. И вот таким образом, Джаганат, он от Лакшмина, в Вриндаван приезжает, он снова возвращается, эта лила так и продолжается. В духовном мире, выросли, нет изъяна ни в этих отношениях, ни в других отношениях. В духовном смысле, в материальном смысле, большая проблема. даже супружеские отношения, в материальном мире, вот эта матуря раса, где мужчина и женщина объединяются для того, чтобы жить вместе и быть счастливыми, здесь очень сложна, потому что упускается главный момент, потому что в духовном мире есть главный момент, служение. А в материальном мире, это строится на именно эгоизме себе служить, для себя использовать близкого человека, для своего наслаждения, для своего именно исключения эгоизма. Эгоизм духовный, материальный отличаются, говорится, как? За 40 миль друг от друга. Духовный эгоизм, они хотят, это для удовлетворения Кришны. Почему Лакшми забирает его? Она хочет удовлетворить Кришну. Она нисколько не заботится о своем удовлетворении. Это духовная лила. Поэтому Сарупа Даманара говорит, в этих отношениях любви, Радхи и Кришны нет никаких изъянов. Если посмотреть духовно, а не материально, там нет никаких изъянов. Почему же Лакшми так гневается? А потому что хочет тоже дать ему свою любовь, а не взять что-то от него. В гневе приходит, чтобы и Кришна возвращается к ней, потому что это тоже чисто. Это тоже духовно. Всякий человек, кто хочет служить Кришне, Кришна являет ему себя для служения. Но всякий человек, который хочет господствовать, Кришна отстраняется от него. То есть законной религии таковы. И, собственно говоря, все священные писания, если взять, о чем же они говорят? Они говорят о простой вещи. Стань смиренным перед Богом. Смирись. Забудь, что ты великий человек или какая-то особая личность. Стань его слугой, стань частичкой, развивай смирение. Все это, это груда книг. Представьте, сколько все переворочено. Как люди исследуют, где там этот дьявол в сердце, в душе, где это смирение, как трудно найти, сформировать его, как стать полностью смиренным, какая трудная задача, какой подвиг нужно совершить. Что с этой плотью делать? Это же плоть, сотканная из зависти. Из моей зависти. Это результат моих завистливых действий в прошлых жизнях. Карма. Я получаю это тело именно с той кармой, своей завистью, так сказать. А это тело, духовное, гопи и лакшми, это духовные тела. Там прямо чистая любовь. Итак, Господь Капиладев говорит, почему эти достояния вечно неразрушимы, потому что Кришна никогда не разрывает своих отношений с преданными. Это вечно. Тогда как в материальном мире временно. Прупада, комментарий. Бхага-Бхагитти сказано, что тот, кто занимается благочестивой деятельностью, может достичь высших планет Вселенной, в том числе и Брама Луки. Но исчерпав запас благочестивой кармы, он будет вынужден вернуться на Землю, чтобы начать новую жизнь, заполненную деятельностью. Таким образом, даже если мы попадем на высшие планеты, где будем жить долго, предаваясь материальным удовольствиям, мы не сможем оставаться там вечно. Что же касается преданных, то богатства Вайкунтхи, то их достижения, служения Господу и богатства Вайкунтхи, доступ к которым получают даже те преданные, которые находятся на этой планете, нетленны. В данном стихе Капиладев называет свою мать Шанта-Рупа, имея в виду нетленность достижений преданного, вечно пребывающего в атмосфере Вайкунтхи. Эту атмосферу называют Шанта-Рупа. Шанта — это покой. Шанти, шанти, шанти. Покой. Поскольку на Вайкунтхи царит чистая благость, без малейшей примеси страсти невежества, того, кто достиг уровня чистого преданного служения, никто не может лишить возможности продолжать заниматься трансцендентным служением. И испытывая им блаженство и желание служить, постоянно растут и усиливаются над преданными, занятыми деятельностью в сознании Кришны и пребывающим в атмосфере Вайкунтхи невластно даже время. В материальном мире время всё обращает в прах. Но планеты Вайкунтхи не подвластны ни времени, ни полубогам, поскольку их там просто не существует. То есть, на Вайкунтхи нет полубогов. И нет такого времени, как мы это здесь понимаем. Кто такие полубоги? Это не духовные тела. Это материальные тела. Они заняты материальной деятельностью, благочестивой в этой вселенной. У них очень ответственное служение перед Богом. Но им даётся эта роль. Почему? Потому что они тоже хотят управлять и контролировать. Как Кришна. Хотя и благочестиво. Это всё материально. Но в духовном мире никто не пытается занять место Кришны. Никто не желает контролировать и управлять. Все хотят только служить. Там нет полубогов. Нет необходимости. Если, например, мы знаем, что Бог всемогущ, зачем Ему столько полубогов, чтобы управлять миром? Он что, сам не может это делать? Но если вы знаете расу, вы понимаете, Бог не будет управлять этим миром. В таких отношениях Он не вступает вообще. В торговые, допустим, Он не вступает в отношения. Он чист. Он трансцендентен. Он подчиняется только любви. И Его бытие — это баксиалока. Это обитель любви. В этом же мире, где есть зависть, где есть конкуренция, где есть желание соперничать с Богом, Он не управляет непосредственно. А посредством полубогов есть также демоны. Это тоже Его посредники. Для других целей. Все Его слуги. Есть разные живые существа, которые всё это и делают. Потому что хотят быть на месте Бога. Им дается право контролировать, управлять каждому в своей сфере. Каждый из нас, Ишвара говорится, в семье или на работе, или предприятии, или целой страной. Но суть в том, что каждый хочет управлять, контролировать и управлять. Это всё как бы энергия Кришны. Сознание Кришны, один управляющий. Эко-баху нам. Йови датхати. Каман. Только один управляет, остальные желают. И вот этот управляющий все желания исполняет всех. Вот это духовно. Шанта-рупа называется. Там нет беспокойств, нет конкуренции. Кто-то думает, ну раз там такой покой, там, наверное, скучно. Нет, там просто нет конкуренции, нет зависти, нет вражды. Покой, он очень разнообразный. Мы только что описывали, как Лакшми с оружием, со слугами, приходит, связывает и бросает, она их оскорбляет, критикует. Это все трансцендентно. И все это Шанта-рупа. Вы думаете, вот эти вот слуги Джаганаты связаны несчастливо, когда с ними это происходит? Они в блаженстве. Они в полоснательном состоянии от экстаза, когда ведь Лакшми в таком гневе, что на них проливается такой гнев Лакшми. Ну как, скажите, может гнев Господа уничтожить бессмертную душу? Нет, это лила. Это игра. Это игра. В духовном мире нет смерти, нет разрушения, нет такого оружия, чтобы уничтожить душу Кришны. Душа, она изначально, божественная, это частичка Бога, не подвергается разрушению. Когда Анарисимхадев убивает Хирани Кашипу, душа его не умирает. Тело разрывает его в плочи, а душу освобождает. Это лила. Здесь всеми нашими действиями управляют различные полубоги. Без их позволения мы не можем даже пошевелить рукой или ногой. Но в мире Вайкунтхи нет ни времени, ни полубогов, поэтому там всё вечно. Мигание глаз, сокращение мышц, мы держим предметы, действия совершаем. Непосредственно это контролирует различные полубоги. Есть полубог речи, есть полубог зрения, допустим, есть полубог нашего движения, передвижения. Случалось, что что-то берёте, вдруг уронили. Вот вдруг, как случилось? Вдруг вы перестали контролировать, и это случилось. А бывает так, что рука парализуется, вы не можете двигать тоже. То есть, оказывается, мы не управляем телом. Тело просто, как материальная природа, работает по этим законам. Я пользуюсь вот этими движениями тела, которые уже вложены в него, в этот механизм. Я не могу согнуть руку в обратном направлении, локоть мешает, видите, я только в этом направлении не могу согнуть руку. Я не управляю телом, я пользуюсь телом. Если бы я управлял, мог бы делать всё, что угодно, любые вещи. Люди учатся управлять при помощи гимнастики, упражнений, йоги, как-то сгибаться больше, но всё равно есть пределы. Это тело ограничивает душу, говорится. Это управляют полубоги, материально автоматически это происходит. Любое действие происходит автоматически, мы просто пользуемся этим. Тело — это автомат, более или менее. Как только глаза видят, что это привлекательное, ноги сразу туда идут. Автоматически. А когда видим, что это опасно, ноги сразу бегут в другую сторону. автоматически. Вы потом будете соображать, что случилось. Автомат. Иногда что-то летит в глаз, вы не успеваете понять, и глаза быстро закрываются, потом начинаете понимать. Не так, что нужно понять, что кто-то летит. Сейчас нужно закрыть глаз очень быстро. Пока вы так думаете, глаза уже не будет. Автоматически это потом вы думаете об этом. А потом скажете, «О, я успел». У меня хороший ряд. Я увернулся. Видите, как я справляюсь с этим. Нет, нет. Если у вас такое тело, отрегулированное такой скорости, то вы справитесь. А если нет, то не справитесь. Если бы на самом деле мы могли управлять телом, все были бы чемпионами мира. Все были бы лучшими бегунами, тяжелоатлетами, кем угодно. Но этого не происходит. Некоторые люди тренируются день и ночь на этих станках. и не могут стать чемпионами. А другие почти не тренируются и поднимают большие тяжести. От природы вещей. Ну, до некоторой степени они могут развивать свои способности. До некоторой степени. Но тело более или менее запрограммированное устройство. А чем? Кармой. Тонким телом. Всем это известно уже. Становит сейчас выдающимся спортсменом, что если вы хотите достичь каких-то больших сверхуспехов, вам нужно работать с умом своим больше, не с делом. Вот что вам мешает. А вот с этим, чтобы работать, нужна йога. А йога означает, вы должны освободиться от кармы. Тогда вы сможете изменить ум. И вот когда мы думаем о Кришне, вот тогда это происходит. Тогда мы начинаем видеть, как действует тело автомат, не отразляясь с ним себя. Как оно работает автоматически. Как мне сказал один преданный, который работает с коровами, вся его жизнь с коровами. Он говорит, когда пашешь на быках, то есть это хороший работник, он любит работать, не устает практически, он целый день может работать, ему нравится это. Его не нужно даже заставлять, он ждет просто. Если он не работает, он не удовлетворен, работает ему хорошо самому. Он настоящий отец говорит, вот в природе. С человеком любит работать. Самые тяжелые вещи делает. Тянет там бревна волочит, землю пашет целый день, несчастлив. Ну а если он увидел корову где-то, все, говорит, ну ничем его не остановить. Это не палка, ну ничем вообще, не кормом, ну нет такой силы. От этого автомат пошел, все, программа включилась, другая. Нет такой силы. Это природа, мы говорим, материальная природа. И мы даже сами знаем, на опыте, многие люди знают, как это происходит на опыте. Вот любовницу увидел. Все, и ты не оттащишь его ничем уже. Ни палкой, ни законом, ни женой, ни мужем, ни родственниками, ничего с ним не поделать. Как этот бык идет, и все. Сила природы, автомат. Мы знаем, как в жизни это случается. Со многими людьми, как ни странно, все больше и больше таких примеров. Конечно, при этом нужно быть очень осторожным в этом плане. Если не хотите свою духовную жизнь остановить лет на 20. То, что не потеряете ее, но лет на 15-20 вы не восстановитесь. Очень сильно замедляет этот рост. Серьезное препятствие. Поэтому, говорится, как только вы видите Майю, вот краешек ее Сари, появляется уже краешек Сари Майи, сразу резко разворачивайтесь и бегите сломя голову в другую сторону. Пока не упадете бездыханным. Вот так нужно реагировать на это. Не так, а, Майя, я знаю, это энергия Кришны. Мы с ней можем потанцевать, это энергия Кришны. Она не вдохновляет, знаете. И все, и конец. Есть жена? Хватит? Этой Майи достаточно? Одной Майи достаточно? Чем вторая Майя? Вы с одной справиться не можете, берете вторую какую-то еще, думаете. Вот такое безрассудство. Здесь говорится, что точно так же можно развить с Господом отношения в душе, внутри, реально переживать. Там, где действуют факторы времени, все обречено на разрушение, но там, где нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего, царит вечная жизнь. Поэтому в данном стихе употреблены слова на нангшианти, указывающие на нетленность духовных богатств. Здесь объясняется также, почему у преданных невозможно отнять их духовные богатства. Преданные, для которых нет никого дороже Верховного Господа, могут находиться с Ним в разных отношениях. Одни из них считают Верховную Личность Бога своим другом, другие родственникам, сыном, наставникам, благодетелям или объектам поклонения. Господь вечен, поэтому наши взаимоотношения с Ним тоже вечны. Здесь ясно сказано, что эти отношения нерушимы, и следовательно, блага, которые они приносят, преданному нетленные. Потребность любить заложена в каждом живом существе. Не найдя человека, достойного нашей любви, мы переносим свою любовь на кошек и собак. Таким образом, вечная, присущая всем живым существам потребность любить всегда старается найти себе выход. Из этого стиха следует, что мы можем удовлетворить заложенную в нас потребность любить, направив свою любовь на Верховного Господа. Его можно любить как друга, сына, учителя или благодетеля, не боясь, что он обманет на или разлюбит нас. Будем вечно наслаждаться своими взаимоотношениями со Всевышним. Следует обратить внимание на то, что Капиладев говорит в этом стихе о Господе как о высшем наставнике всех живых существ. Наставления, составившие Бхагавы, были даны самим Верховным Господом. И перед тем, как услышать их Арджуна, принял Кришну своим гуру, духовным учителем. Следуя примеру, мы также должны считать Кришну высшим авторитетом и духовным учителем. Говоря о Кришне, мы, разумеется, имеем в виду и Его доверенных слуг, ибо Кришна никогда не бывает один. Понятие Кришна включает в себя самого Кришну и Его имя, форму, Его качество, обитель, Его приближенных и так далее. Кришна никогда не остается в одиночестве, потому что Его преданные не им персоналисты. Так царя повсюду сопровождают Его свита, секретари, военачальники, слуги и придворные. Если мы примем Кришну и Его спутников, своими учителями, никакие силы не смогут уничтожить наши знания. Любые знания в материальном мире подлежат пересмотру, но Бхага-Вадгита, поведанная Своим Верховным Господом, Кришной, всегда остается неизменной. Пытаться трактовать Бхага-Вадгиту по-своему не имеет смысла Ивана вечно. Итак, мы должны видеть в Кришне Верховном Господе своего лучшего друга. Он никогда не обманет того, кто считает Его своим другом и при любых обстоятельствах поддержит Его словом и делом. Если мы будем видеть в Кришне своего сына, у нас будет сын, который никогда не умрет. В материальном мире родительская любовь заставляет людей постоянно тревожиться за жизнь своего ребенка. Вот только бы наш мальчик не умер. Между тем, Кришна и в самом деле никогда не умрет. И тому, кто считает Верховного Господа Кришну своим сыном, не грозит опасность потерять Его. Предные часто относятся к Божеству как к своему сыну. Этот обычай особенно распространен в Бенгалии. И иногда после смерти такого преданного Божество совершает обряд поминовения Шратху. Отношения Господа и его преданного нерушимы. Многие люди следуют традиции и поклоняются различным полубогам. Но Бхага-Вадгита осуждает подобную практику. По-настоящему разумный человек должен поклоняться Кому? Кому поклоняться? Да. Должен поклоняться только Верховному Господу в его разнообразных формах, таких как Лакшмина Раяна, Сита Рама, Рада Кришна. И тот, кто поступает таким образом, никогда не обманется в своих ожиданиях. Поклоняясь полубогам, можно подняться на высшие планеты. Однако эти планеты, вместе с правящими и на них полубогами, при разрушении материального мира тоже будут уничтожены. Но тот, кто поклоняется Верховной Личности Бога, достигнет планет Духовного мира, не подверженных разрушительному лению времени. Из всего сказанного выше следует, что время не властны над преданными, для которых нет никого дороже Господа. Вот такой комментарий пропадает к этому стиху. Что же такое преданное служение, какие плоды преданного служения? Нерушимые. Это прежде всего качество, которое обладает преданный. И разум. Да даме будь йогом там. А к разуму прилагается все остальное естественным образом. К способностям человека прилагается все материально естественным образом. Если вы имеете таланты, великие способности, все материальные ресурсы придут сами, вас просто этим наделят, обеспечат благодаря тому, что вы имеете талант и какую-то уникальную способность. И Кришна это и есть человеку способность, уникальная способность. Не автоматические функции тела считать способностями нужно, а именно духовные энергии способности. То есть дар Божий, особый талант, особый способ выражения, глубина сердца и мысли. Вот это человеку нельзя достичь самому без Бога, потому что без Бога не углубляется ни чувство, ни разум. Они мельчают из-за эгоизма материального. И чем больше человек служит Кришне, тем больше он углубляет свою природу духовную. И это есть тот самый дар от Кришны. Он делает такого человека подобно ему самому качественно, как Кришна становится. очень привлекательный, дорог Богу, дорог всем живым существам. Он имеет поддержку в обществе, любовь в обществе и так далее. То есть он естественно награждается всеми достояниями. И это никогда не покинет его, даже если он оставит это тело в другое место, его разум, его духовные способности пойдут с ним вместе. А материально останется все здесь. В этом нет необходимости все с собой носить, накопление. Накопления не нужны преданному. Как говорится, Браман, если он получил утромиллион, вечером он его уже потратил, он не будет копить деньги. Пропад не занимался накопительством, но он только для греха, что какие-то небольшие накопления должны быть для греха на какой-то черный день. Это все. Но бесконечно жить для накопления это просто ослинная глупость, говорится, бессмыслица. Жить нужно как раз для любовного обмена. Отдавать, принимать, отдавать и суть, яги. Мы предлагаем духовному учителю свое служение, он должен давать нам трансцендентное знание. Это обмен. В этом обмене есть развитие отношений. Если не будет обмен, если гуру будет только принимать поклонения и не давать трансцендентное знание, ни результата не будет. Если же гуру будет давать трансцендентное знание, но не будет никакого почтения от учеников и служения, тоже не будет никакого результата. То есть вся суть в этом обмене не в накоплении. И принимать нужно ровно столько, сколько вы сможете переварить Эмоционально, умственно, духовно и физически Как пища Сколько перевариваете, столько берете Это ваша доля Доля определяет желудок, разум И способность чувствовать и желать Если мы желаем что-то искусственно Не в соответствии с природой То есть и зависти к кому-то Потому что у кого-то это есть Это предосудительно, это греховно Таким образом мы теряем Бога Просто если мы начнем занимать свою природу в служении Для Кришны Мы сразу же сознаем Кришну Сразу же сознаем Кришну Не нужно долгое время убеждаться в этом Пяти минут достаточно, прапа сказал Для разумного человека, который знает и умеет регулировать свою жизнь Просто отрегулировав свою работу, сон и еду Отдых и йогу Каждый может сознать Кришну Знаете, как все просто? Это путь предания Но здесь мы должны знать, что мы зависим от Кришны Мы принимаем наставления от Кришны Он гуру Мы должны знать, что мне принадлежит, что мне не принадлежит В чем мой долг, а в чем мне Что является таковым Я не могу вмешиваться в чужие обязанности Я должен выполнять свои обязанности То есть есть культура духовная Вот это мы должны изучить Себя изучить нужно На свое же собственное благо это делается И Кришна сотрудничает именно с природой человека С его разумом С ложным эго Кришна не сотрудничает Потому что там зависть С завистью он не сотрудничает Даже с вожделением он сотрудничает Жадность он все равно сотрудничает Даже в торговые отношения Может поторговаться немножко с нами В шутку Чтобы просто увлечь нас этим процессом Но там где зависть Он покидает то место Один царь на Гавардхане Когда-то Искал Самого Великого святого В том месте Там много духовных людей Всегда на Гавардхане И много храмов Которые поклоняются Он искал Где самое возвышенное поклонение божества Нужно было найти Самого возвышенного святого И царь решил проехать лично По храмам Гавардхана Где установлено божество Кришны различные Об этом узнали все пуджари Что царь Намеревается посмотреть поклонение И конечно же Если он найдет какого-то святого Он одарит его Одарит по-царски И все наряжали Очень богато божество Все старались убрать храм К приезду царя Все-все-все-все Но царь выехал В самую жару Он был очень умный Жаркое время Время Гавардхана Невыносимо Говорят даже здесь Очень сложно Когда жарят Многие уезжают В этом время Плюс 60 в тени Бывает Но это очень сложно И вот в самую жару Царь решил объехать Посетить храм И он что увидел Пышное поклонение С огнями Одежды на божества Гирлянды И он понимал Нет Это показуха все В такую жару Они так пышно Одевают божество Нет Их чувства Не связаны с Богом В такую жару Так пышно Пышно Никто не одевается Они это делают Специально Чтобы получили Из меня награду Он переходил И уходил И туда молчал И только один Преданный в храме Полностью Залепил сандаловой пастой Все божество Вообще не видно Как кусок глины Знаете Одни глаза торчат Никакой одежды Поясок Только надел Сверху Такую знаете Веревочку Все И вообще ушел Даже царя не встречал Саня пришел Даже не мог увидеть Божество Весь в сандали И подумал Этот человек Не заинтересован В материальных наградах Должно быть Его сердце чисто И сказал Ты тут в такой нищете Живешь Твой храм Боже мой Тут соломена крыша Сверху На твоем храме У тебя даже Зеркала нет Чтоб тебе луку поставить Может быть тебе подарить Дорогое зеркало Я царь Человек сказал Да зеркало есть у меня Есть Жена Принеси зеркало Я покажу царю Жена сказала Зеркало то выпила корову Нет больше зеркала Какой-то лужу гляделся там И корову выпила А ну будет Будет зеркало Не надо никакого зеркала Я смотрю У тебя даже нет Под подстилки Ни какой нормальной Какая-то тут солома Вот Я тебе могу Хорошую Ковер постелить В рам Да подстилка есть Жена Принеси хорошую подстилку Да корова съела Подстилку Ну что Ну будет потом Кришна дает Ну может тебе то Слушай Ты мне так надоел Сказать Вот скажи мне Вот ты царь Вот что ты мне можешь Ждать скажи И что ты можешь У меня взять Давай уходи отсюда Царь сказал Вот это настоящий предан Вот он Не заинтересован Ничего материального Он на самом деле Любит Кришну И он хотел Переходить к нему Чтобы слушать Как он говорит о Кришне Однажды он сидел Во дворе у себя Грама Уединение Этот преданный И разговаривал с Кришной А Кришна Прямо к нему пришел Сидел напротив С флейтой О чем-то не говорили Как же Ты же мне не завидуешь Поэтому я с тобой общаюсь И все Общается И тут царь Приезжает Кришна Как только увидел Издалека царя Сразу убежал Теперь я думаю Вот нелегкая принесла Что он зачастил Вообще не понимаю Он не мешает Общаться с Кришной Зачем мне этот царь нужен Такие есть История Их много Во Фриндауне Из традиций Так же Люди записывают Это помнят Как они разговаривают С божествами В каждом хаме Есть такая книга С чудесами Которые божества устраивают Это потрясающие вещи Людей потрясло В западном мире То что тут есть В Индии Книга Где записаны Имена всех живущих Сегодня Людей Их судьбы Они сейчас туда Ездят Многие Со всего мира И те служители Ну и в этой традиции Есть книги Которые сейчас лежат в Самадхе под землей Восслышали об этом Причем написала группа Гастлами Это известно Где-то в Уриндауне Лежат в Самадхе под землей и не раскапываются до определенного времени, пока люди не будут готовы к этим писаниям. То есть вот еще такие есть у нас чудеса. То есть Кришна, он... Тайна-тайна, говорится, его нельзя познать полностью. Всегда будут какие-то чудеса вокруг него, необычные вещи. Хорошо, какие будут вопросы? Да, я хотел сказать одну вещь. Сегодня я получил письмо. Из Запорожья. Моя ученица, Таруни Джагнова, оставила тело вчера в 3 часа. У меня рак 4-й степени. Долго болело. Я интересовался раньше о ней, потому что не получал известий долго. И мне говорили, ну, к сожалению, она не общается с преданными. Она не хочет никого видеть. Ученика приходит, может, только на праздники. То есть фактически она не общается. Но выяснилась другая совсем сторона. Она не общалась, потому что стеснялась этой болезни, не хотела беспокоить преданных. Не надо беспокоиться, у меня все в порядке. То есть она скрывала это все долгое время. И рак 4-й степени. Несколько дней назад, буквально здесь же, в Майяпуре, преданно организовались по скайпу связь с ней. Голос у нее был очень вдохновенный, когда она разговаривала. Очень звеняющий голос. Я спросил Таруни, ты хочешь в Риндаву? Она мне сказала, я спрашиваю, как дела? Она сказала, ну, я, видимо, уже хожу скоро. Уходить надо. Я говорю, долго постилась, сейчас я слабая. Но голос у нее звенеял. Она очень радовалась, когда разговаривала. Она сказала, ты хочешь в Риндаву? Она сказала, закричала, ааа, Хариба, я хочу в Риндаву, точно хочу в Риндаву. Ну, давай, если ты хочешь в Риндаву, давай все сделаем. Сделаем тебе сейчас, там, паспорт нужно было сделать, там, билет, там, деньги найдем тебе, отправим, там, есть место, будешь жить, там, там оставишь, ты Кришню идешь. Потом, приятно, рассказывали, как она сразу же в этот же день, следующий, она делается, говорит, пойдемте, паспорт делала, говорит, она не могла ходить вообще. Пошла, паспорт делала, пошла фотографироваться, там, она активна была целый день. Ну, а потом, через какое-то время, и стало хуже, конечно же. Сделали безболивающий укол один всего лишь, и она потеряла сознание, и уже не пришла в себя. Так она ушла. Но преданные были рядом. А не столько заботы, столько любви. Она была самой счастливой эти последние дни. И рассказали, какую любовь дали, какую милость она получила дела с собой. И она ушла в Авриндаван. Она собралась в Авриндаван. И она с таким энтузиазмом. Поэтому для нее сейчас повторим. Харе Кришна трижды вместе громко. Харе Кришна! Харе Кришна! Харе Кришна! Харе Кришна! Харе Рам! Харе Рама! 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 м сегодня будет хорошо стоит ли прояснять отношения с преданными случая конфликта это нужно уметь делать это хорошо но нужно уметь делать чтобы не углубить конфликт бывает что преданных конфликтуют потом хотят обсудить все это к миру но еще больше ссориться но одно правило я когда то получил очень ценное правило я им пытаюсь пользоваться всегда если вы хотите наладить отношения с двух сторон после конфликта важно что две стороны хотели этого важно то встречайтесь и говорите до тех пор пока не наладите отношения не расходитесь ругаетесь обвиняйте вспоминать но пока ты же не наладите не расходитесь вот такое правило все с двух сторон если согласие встречать все обижены есть причины обижаться все можно понять вот давайте все это обсуждать и давайте рассказывать что вы что вы чувствовали на что вы обижены давайте обвинять друг друга но но финал должен быть таким что вы должны помириться вот такая задача помогите пожалуйста с разрешением следующего вопроса в период своего духовного поиска не искренне поверил в одно учение о Боге и в гуру а затем практиковал его в течение нескольких лет но безуспешно так как не было результатов контроля ума ослабление мерзких привязанностей наполнения внутренних внутренним счастьем через некоторое время по милости преданных я познакомился со знанием Кришны стал понемногу вводить свою жизнь новую сада но результаты появились практикую уже так несколько лет слушаю лекции общаюсь с преданными читаю книги соблюдаю принципы повторяю мантру но в сердце живет философия прежнего учения хотя его я забросил уже давно вопрос нужно ли продолжать практиковать сознание Кришны дальше медитировать на принятие дикшагуру или же следует сначала искоренить в себе семена старой веры не надо ничего искоренять практикуйте спокойно и все зачем не беспокойтесь вопрос времени если это было ложное учение я не знаю оно само рассеется присутствие солнца говорится светлические не видны просто продолжайте продвигаться если это было не ложное учение скажем а хорошее учение но может быть недостаточной силы учения оно вам также поможет этот опыт то есть тут не вижу проблемы ни в том случае ни в другом случае ну как вы искорените по-другому это не нужно делать это как искусственно что ли что-то все процесс пошел вы чувствуете себя хорошо продолжайте когда слушаю ваши лекции понимаю что это научный процесс а на мангаларате и приветствие божеств ум говорит что это религиозная деятельность как преодолеть эту уловку ума или это не проблема так как в коллегу храмовое поклонение не рекомендовано да да вы видите уже находите аргументы сами вам нужно если у вас есть дома алтарь алтарь должен быть дома если предлагаете пищу алтарь должен быть гуру гуранга например почитать вам нужно дома петь танцевать перед алтарем чтобы почувствовать эту связь отношение с божествами это нужно практиковать тоже почему это религию например например вы любите человека какого-то или родственника фотографии на стенку вывешивается это же не религия это отношение здесь также нужно это не просто обрядовая какая-то религиозная деятельность это отношение мы не видим кришну с этими материальными глазами поэтому арча вигарха предназначена как раз для этого случая ведоми предписано пока человек не развил духовное видение перед ним арча вигарха из камня металла или дерева неважно или нарисованное но образ должен быть личностный где есть руки ноги глаза улыбка настроение божества что было проявлено это важный момент рекомендовано и воспевайте вы правильно говорите что просто храмовое поклонение векали неэффективно без воспевания если только после второго посвящения можно увидеть в божестве самого Господа то что мы должны видеть в божествах до второй инициации как правильно относиться к божествам неофиту мы не созерцаем божества наедине мы в обществе предных это делаем когда же в Дхам приезжаем первый раз особенно не в одиночестве ни в коем случае с теми кто уже имеет опыт быть в Дхаме иначе вы заблудите здесь ничего не увидите так же и с божествами вы идете в храм и вы же поглядываете на других преданных на местных жителей как-то однажды здесь я много лет назад у Рады Мадовой стоял никого почти в храме не было и я не видел Кришну я помню в той прошлой поездке я осознавал божества и привязался даже к ним но вот я приехал снова и нет связи я стою нет связи и так вспомнил стих из Бхагавадхи что это Ишвара Парама Кришна и что-то еще нет связи просто вот статуэтки тогда я прошу Кришну Кришна помоги мне я как-то вот потерял себя что-ли и тут какая-то бенгальская женщина заходит пожилая старуха такая согнутая и шумная и там такие длинные одежды как у цыганки она вся в браслетах такая знаете такая шумная и она и так с ним начинает разговаривать руками там перед ним что-то там показывает там какие-то деньги ему показывает и что-то еще там говорит я на нее смотрю на божества разговаривает боже мой и они на нее смотрят на меня вообще не смотрят на нее смотрят здесь Бхагавада говорит в комментарии что местные жители в Бенгалии здесь очень часто они относятся к божествам своим домашним как к детям собственно это же предписано так как своих детей так за ними ухаживать вот они так с ними разговаривают как с детьми общаются и кормят и одевают и любят и спать укладывают и моют вот все это делают вот она в таком духе как матушка такая Кришне пришла и давай с ним разговаривать там там пригрозила что-то там сказала там копейку какую-то положила туда пошла пошла потом наводить порядок почитать туда там тоже что-то там шумно сделала все ожило у меня сразу все ожило то есть через кого-то также можете снова возобновить эту память то есть то есть если вы искренне хотите всегда Кришна что-то устроит как в России поддерживать такой же энтузиазм в духовной практике как здесь как не впасть в уныние как только вспомните про пакет я говорю вы впадёте в уныние в России сложно не впасть в уныние понимаю в те годы начали приезжать когда духовные учителя они не могли понять что за психологи у русских они когда мы приезжаем в аэропорту или на вокзале они все плачут особенно даже мужчины плачут вот потом на Дашин приходит он говорит можно воспринять духовным учителем и опять плачут он говорит мы не можем понять что они плачут потом провожают и опять плачут Харикеша Махараш тогда был среди них самый умный как бы авторитет и они все к нему обратились ты не знаешь что у русских за природа они постоянно плачут вот встречают плачут гуру выбирают плачут назовут обеты провожают нас тоже плачут не знаешь почему вы традите в этой стране тоже будете плакать ну место такое тут как в Индии говорят в Южной Индии говорят так Америя если в целом в двух словах они говорят в Индии люди хорошие в Америке плохие в России хорошие плохие смешанные вот такое сложное место то есть поэтому конечно будут беспокойства вы сказали что в Духовном мире нет полубогов там есть Солнце и Луна там управляет Господь нет Солнца и Луны нету в Духовном мире там естественное сияние существует все ярче солнечного света нет полубогов нет этого объясните положение Шивы по отношению к Господу Вишну это почти одна и та же самая личность Господь Вишну и Господь Шива очень сложно для нас с вами найти в этом различие дается пример для понимания но понять трудно молоко и простокваша один и тот же продукт но все таки есть различие вот это Вишну и Шива отдельная татва Шива татва не Вишну татва и не Джива татва очень сложно понять кто такой Господь Шива для человека почти на одном уровне есть другие примеры как Господь Вишну возлежит возлежит на Шеши в океане Гарпадака Шеша Шай Вишну возлежит на Шеша означает и он лежит он трансцендентен он не касается он на Шеши Шеша непосредственно в океане а Вишну на Шеши если прикасается он трансцендентен но как он входит в этот материальный мир все таки как отражение говорится в этом океане это Шива и Парвати тут Вишну Лакшми а тут Шива и Парвати вот так понимает Господа Шива это очень сложно сложно для понимания личности споры в Индии идут издавна кто все таки главный божество Шива и Вишну так они и до сих пор спорят на одной из прошлых лекций вы говорили о том что нельзя разрывать то что было соединено Богом сегодня вы тоже сказали об этом как понять что Прабху с которым общаюсь послан Богом не только Богом может быть послан как говорят в народе первая жена от Бога вторая от черта то есть Майя тоже может посылать не принимайте все так наивно будете страдать сильно от Бога означает что ваш муж преданный Богу это от Бога тогда вы можете сказать что это от Бога как учиться строить дружбу с Кришной реально а не персонально ну начинайте с доверия доверяйте Кришне не бойтесь материального существования доверяйте Кришне верьте в его защиту это начало дружеских отношений если вы не доверяете как может быть какая дружба может быть если вы говорите а вдруг вот я сейчас начну заниматься преданным служением а вдруг если я дам пожертвования ничего не станется если вы так думаете то как же подручить с Кришной что-то мы должны уже делать для как чтобы почувствовать эти отношения что-то предлагать ему просто бескорыстно простые вещи цветок плод листок воду можно на алтаре уже начать это делать ничего не стоит риска нет немножко воды не жалко небольшая потеря верно фрукт какой-нибудь ну негодный хотя бы ну предложите ему с любовью и преданностью и вы почувствуете что это хорошо и вы будете на самом деле хорошие фрукты потом вы будете больше это делать еще больше и в конце концов все дадите ему если Кришна говорит с нами через материальную природу через преданных а вместе с тем мы тут в этом мире обусловлены и дружба с преданными пока так же временно нет нет с преданными не может быть временных отношений мы друг от друга похоже не отстанем пока не вернемся в Новый Кунтху как один здесь однажды духовный учитель говорил в лекцию давал на бхагаватам и сказал что мы все вернемся в духовный мир и там тоже будет искон кто-то сказал джай кто-то сказал ни за что только нет не дай бог такой же искон будет в духовном мире я не пойду в духовный мир у всех разный опыт что такое искон как устраивать теплые отношения с преданными без ожиданий зависти и привязанности как на этот процесс влияет то что Кришна друг каждого живого существа дружба в сознании Кришны она в отречении попытайтесь правильно понять друзья не бывают нашей собственностью мы абсолютно свободны и дружим при этом то есть такая дружба ненавязчива абсолютно ненавязчива поэтому не привязывайтесь материально друг к другу это навязчивость или фамильярность может быть вот это вот оскверняет как бы наше обременяет наши отношения даже в браке мы должны иметь как бы чувство свободы если чисты но если не чисты конечно мы не можем чувствовать свободу в этом мире нас будут мучить правила предписания поэтому если мы чисты духовно эта дружба она дает свободу на самом деле мы вчера сказали что человек уже практикует но почти всему следует но тяжесть кармы такова что его просто заставляет нарушать принципы чистоты принимать интоксикации как быть вы не сказали а как быть и не сказал продолжать практиковать продолжать Весь вопрос вы искренности не спрашиваете как быть то есть какой рецепт нет рецепта искренность ваша позиция вот это и это самое главное не важно в каких условиях конечно может проявиться в любых условиях мы сегодня упоминали об этом вот тут важно просто искрен США хорошо не получается вы пробуете не важно просто продолжю если это не получается продолжать и всё равно научились если вы искренне всему научитесь Лакшми хочет отдать служение Кришне Предные хотят служить Кришне, Божествам или Гуру И расстраиваются, не получив желаемого В чем разница между желанием служить, как это делает Лакшми И желанием служить, как это делаем иногда мы За свое служение мы все же ожидаем какой-то награды Благодарности или славы Чтобы кто-то заметил, отметил, подтвердил это все Мы ожидаем Лакшми нет Вечная спутница Вы сказали о том, что нужно отдавать и принимать любовь Сейчас, пытаясь исправить свои эгоистические привычки Я учусь отдавать любовь, не требуя ничего взамен Но не понимаю, как правильно принимать любовь Расскажите, пожалуйста, как правильно отдавать и принимать любовь Например, дети любят родителей Когда родители чувствуют эту любовь от детей Чувствуют, как они проявляют любовь То родители, они просто еще лучше служат Это выражается именно в нашем желании служить Вот так вы проявляете любовь Мы уже служим, но согласно правилам и предписаниям Но так же можно делать из любви Это лучше Если вы на самом деле чувствуете любовь от преданных У вас должен быть энтузиазм больше еще в служении Кришне Это настоящее отношение, духовное отношение Так, наше время истекло Спасибо большое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Субтитры Алексею Дубровскому!